здравствуйте дорогие друзья сегодня я опять решила коварно воспользоваться ситуацией а именно отсутствием цветоноса вот у этой вот длина шеи красотки под номером 8 и пересадить ее потому что ну как вы можете сами видеть вот тут не очень как это все выглядит ну и соответственно она прямой кандидат раз уж так сложилось и нету у нее цветонос в следующий раз будет знать как не выпускать цветонос вместе со всеми цветами это цветочек называется манхэттен 9 апреля двадцатого года он покупался в магазине обе вот такое размещение тут как это даже не двойной горшок автополив что ли это называется для водички здесь вот орхидея в принципе нормально себя чувствует но она медленно как-то растет возможно ей не подходящая такая посадка здесь находится керамзит пеностекло вижу немножко коры и сверху мхом я укрывала когда корни начали расти вот от шейки но уже шейка такая оголенная и хоть и это манхэттен он и пестрый такой цветок но вот это вот фиолетовое колечко мне тоже не нравится и я замажу его максимом давайте достанем посмотрим что там потому что за полтора года конечно должны были смениться вот такой грунт там есть фук вода вытекла там есть немножко циолита сейчас это я все аккуратно здесь есть растущий корень и это хорошо потому что сверху не было заметно ничего растущего да есть корни умершие они вот как раз находятся внутри посадки вот там вот там внутри сейчас это плохо видно давайте показывать все достаю аккуратно медленно вот тут вот есть умершие корни предсказуемо сейчас я посмотрю стоит ли тут что-то сохранять или сразу же можно отрезать шейку с плохими корнями да вот смотрите тут много 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 корней это вот все покупные были так вот тут один один корень а ну он все он уже вот жил и я отрезаю просто корень отрезать здесь хвостик шейки которая да вот смотрите трухлявенький такой пенечек и зачищаю оставшиеся истлевшие такие вот корешочки где тут они даже ломаются сами такие они сохшие здесь есть листики это значит то те листочки которые отпадали видимо еще в оранжерее потому что когда я пересаживала этот цветок у меня еще было мало навыков опыта не было никакого в апреле двадцатого года так вот это вот болтается тут что это вот тут есть из старого корешка проклюнувшийся маленький клювик нового корня вот и подумаешь прежде чем отрезать страшные и некрасивые корни не пустые не как это сказать не сопливые а именно страшные по своему виду здесь можно как они кусочками маленькими тут есть еще вот этот мокрый но это был полив недавно поэтому все это нормально вот тут сухой есть тоже истлевший отрезала по живому поэтому капаю перекисью можно использовать активированный уголь корицу порошок фитоспорина спор бактерина пленочка образовалась просто защитная такая тут есть сухой корешок проверяю на плотность корни то что они страшные это ничего как бы ничего они еще могут послужить орхидеи поработать на ее рост и благополучие так шейку еще капну поцарапался корешок вот растущий вот растущий это хорошо ну что корней тут в принципе маловато для такого горшка и я сейчас буду использовать наверное вот закрытую систему мой излюбленный горшочек как вы помните такой вот полупрозрачный и крупную ну хотя не только крупную разную фракцию коры но перед этим намажу шейку максимом и так орхидея намазана максимом шейка и все только шейка препарат у меня вот такой вот вот так выглядит только такую покупаю другого и не видела никогда меня все устраивает повторюсь что это не лечение это скорее профилактика обработка максимом поэтому я буду сажать сразу эту орхидею дренажный слой делаю как раз по выемку вот эту вот сырообразную который вот в кашпо для орхидеи имеется вот такой приступочек подиум буду использовать мох мне очень понравился в закрытой системе так располагаю располагаю орхидею вот так присаживаю так мне нужно ее опустить немножко глубже потому что я хочу чтобы шейка была вот так была вот так она вот так ну то есть заглублена отправляю мох плотненько укладываю его с одной стороны желательно чтобы он касался корешков но не касался шейки растения дальше я делаю внутри такой своеобразный пьедестал из крупных кусков коры той шейка у меня должна стоять на невлагоемких больших кусочках чтобы ни в коем случае она не загнила у меня вот лесная кора вот такая толстая есть негалтованная и она очень подходит для таких посадок так вот до шейки дошли можно даже большой вот такой кусочек сюда отправить сейчас маленькой стороной его все так стоит еще важно понимать что для быстрого роста и адаптации орхидеи нужно чтобы орхидея была хорошо зафиксирована вот она уже у меня стоит хорошо потому что крупные куски коры ее придерживают со всех сторон все и я буду сейчас заполнять пустоты и присыпать вверх архиаты вот архиата потому что куски коры здесь очень большие но это неплохо орхидеи очень хорошо растут в таких ситуациях ничего больше не добавляю единственное я сейчас также наверное лесной корой обложу шейку растения чтобы туда не попадала влага так это маленькие кусочки получаются сейчас невлагоемкая лесная кора так просто я прикрою шейку буду спокойно что в полив мне никакая влага сюда не попадет ну и максим будет созданный пленочкой до из препарата собой максим будет тоже защищать от всяких гадостей растений так мне осталось вот с этой стороны немножко прикрыть и сверху можно как раз архиаты досыпать можно вместо мелкой коры использовать кокосовые чипсы сверху именно они очень хорошо влагу удерживают учитывая что внутри очень большие воздушные карманы и влага достаточно быстро по ним испаряется вот чтобы получше задерживалась и быстро не испарялась архиата заполняет все эти трещинки я помню все твои трещинки кто там пел земфира вот смотрите очень большие карманы воздушные у меня растет орхидея гигантела в такой посадке у нее был очень плотный такой как это сказать корневой стаканчик то есть из корней она уже сплела такой стакан и я ее прям перевалкой ставила не расплетая корни у меня не было возможности туда просунуть какой-то грунт поэтому там образовались очень большие карманы пустоты такие орхидея прекрасно себя чувствует прекрасно корней у нее еще больше еще у нее теперь есть цветонос чему я несказанно рада здесь еще сейчас каренку подставлю а то шатается если орхидея не будет шататься она быстрее адаптируется она не будет чувствовать себя так скажем в опасности до что ее сдует ветром если бы это были природные условия то она могла бы опасаться этого что кто-нибудь звере о какой-нибудь пробежит и и снесет поэтому нельзя цвести а нужно прикрепляться к тому месту где ты находишься но это логика мне кажется орхидея такая должна быть и так это был манхетта под номером восемь цветочек я до беру ставлю и отправлю его на то же место где он и стоял поливать буду я его дня через два наверное только потому что корни у него влажные турга в порядке этого достаточно чтобы два дня спокойно прожить без полива спасибо большое за внимание надеюсь вам было интересно посадка это так же как и мне я прям не могу прям люблю пересаживать цветы не правда уже их все меньше и меньше нуждаются в пересадке мои растения но кто-то находится все равно тот кто не хочет свести надеюсь что этот стресс для манхэттена будет положительным и он выпустит мне стрелочку и будет свести ну а так пусть делает как захочет спасибо большое за ваше внимание всего хорошего здоровья крепких растений и до скорых встреч